В сегодняшнем уроке арабского языка предлагаю вам прочитать и перевести небольшое предложение из статьи на арабском языке, которое называется «Бейна в Манзели» – «Строительство дома». Сначала я прочитаю без харакятов, без гласных огласовых, потом расставлю эти самые харакяты и мы с вами постараемся понять смысл каждого словосочетания, каждого слова и его места в предложении. Начнем с заголовка «Кейфи-йету бейна и мензели». Вот я расставил харакяты. Первое слово «Кейфи-йету» вы можете найти его в словаре Баранова, оно означает образ действия, способ выполнения какого-либо действия. Это слово, оно однокоренное с арабским словом «кейфа» – «как». Если вы до этого изучали арабский язык, скорее всего, вы с этим словом сталкивались уже. «Бейна ум» означает «Строительство». «Мэнзилю» означает «дон». Вот хочу обратить ваше внимание на то, как эти слова вы найдете, в какой форме эти слова вы найдете в словаре, да? «Кейфи-йету бейна и мензилю» Когда мы их соединяем вместе, получается у нас такая конструкция. «Кейфи-йету» – «способ бейна и строительство мензилю» – «дону». Как видите, здесь поменялись окончания в каждом слове, да? Точнее сказать, огласовки поменялись. Обратите внимание, как они поменялись. Если вы когда-нибудь читали книги по грамматике арабского языка, скорее всего, вы сталкивались с таким понятием, как «изофит». Ещё её называют «идалфа». Вот здесь мы как раз-таки имеем дело с этим самым «изофитом». Я не буду объяснять грамматику, потому что некомпетентен к этому вопросу. Но нетрудно заметить и даже провести аналогию с русским языком. Ведь в русском языке мы тоже меняем окончания. Правильно? Я же не говорю «образ», «строительство», «дом». Я говорю «образ» или «способ строительства». Видите, я меняю окончание «дома». Точно так же в арабском языке я не говорю «кейфи-йету бейна и мензилю». Я говорю «кейфи-йету бейна и мензилю». Это где-то в английском языке такая конструкция возможна. И то там они используют предлоги «of», «for», вот эти предлоги. Но в арабском языке они в основном меняют окончание. Поэтому, если вам интересно, почитайте в каком-нибудь грамматическом исправочнике про то, что такое «изофет» или еще ее называют «идофа». Вот этот грамматический шабл. Да, он встречается в каждом арабском предложении. Очень важно научиться его видеть на письме, различать. Окей? Двигаемся дальше. «Инна амалийята бейна и мензилю яхтажу или аддат и хутуаты». Здесь остановимся. Сейчас я расставлю харакаты и мы прочитаем еще раз. Вот я расставил харакаты, давайте прочитаем еще раз медленно. «Инна амалийята бейна и мензилю яхтажу или аддат и хутуаты». Давайте начнем переводить каждое слово. Первое «инна». «Инна» обычно переводят как «поистине». Или в английском языке есть такое слово, словосочетание. «Инфакт». Вот это словосочетание, оно, я думаю, наиболее подходит к арабскому «инне». Ну, поистине это как-то слишком не по-научному, да, если мы… А вообще здесь идет речь о какой-то научной статье. Лучше сказать «инфакт». На самом деле, да, или «по факту», или «оказывается». Ну и можно много перевести аналогии. Но «инна», она обычно усиливает утверждение. «Амалийятун», арабское слово, обозначает процесс, именно рабочий процесс, когда мы над чем-то работаем. И обратите внимание, что корнем этого слова является арабское слово «амалю». Вот эти три буквы гласные. «Аин», «им», «илля». Это арабское слово «амалюн» означает «работа». То есть речь идет о каком-то рабочем процессе. Но почему я здесь на конце поставил огласовку «фатха»? А это в арабском языке такое правило. Существительные, которые идут после... Ну, не только существительные. В арабском языке нет понятия существительные. Есть понятие «исым». «Исым» — это все слова, кроме глаголов. Да. И если после «инна» идет какой-либо «исым», не глагол «исым». Допустим, «амалиятум», «бинаум манзилум» или еще что-то, то последняя огласовка всегда стоит «фатха». Вот как здесь. «Инна амалията бинаум манзилум». По факту процесс. «Бинаум манзилум». Мы с этим уже имели дело вот здесь. Только у нас здесь вместо слова «амалиятум» было слово «кейфиятум». Это тоже ибалфин изофет. Видите, изофет он повторяется в каждом арабском предложении. В действительности, именно в действительности, процесс строительства дома «яхтач-иля» требует... Вот это словосочетание можно перевести как «требует». Это арабский глагол «ихтача», который записывается следующим. «Ихтача» означает «он нуждался». Чтобы обозначить в чем человек нуждался, мы всегда добавляем «иля» к этому глаголу. Вообще «иля» вот это слово, оно часто используется в связке со многими арабскими глаголами и придает им определенную смысл. «Яхтачу» — это настоящее время. То есть «яхтача» — это прошедшее. А «яхтачу» — это настоящее время данного глагола. Единственное число, извиняюсь, «мужской род». Мы можем найти, как спрягается почти любой арабский глагол в этой версии электронного словаря Бармин. Вот сейчас я вам покажу. Вот я открыл функцию спряжения глаголов. И здесь есть третье лицо, мужское род, единственное число. «Яхтачу» означает «он нуждается». В чем? «Иля» в чем? «Айддеты хутуатим». «Айддетум» — арабское слово «айддетум» означает «несколько». В словаре вы можете его найти в такой форме. Но здесь у нас огласовка «кясра», потому что у нас перед этим словом стоит слово «иля». Те слова, которые идут после слова «иля», они всегда приобретают огласовку «кясра». Всегда. Почему не «танвин» «кясра»? Почему только одна «кясра»? Почему не «танвин»? Потому что это первое слово «идолфы», первое слово «изофета». Первое слово «изофета» никогда не имеет «танвин». Там всегда только одна огласовка. Либо «данма», либо «кясра», как здесь. Но здесь «кясра», потому что, как я уже сказал, «иля» здесь стоит перед ним. «Иля аддеты хутуатим» — несколько шагов. «Хутуатум» по-арабски означает «шаг». Записывается это слово следующим образом. «Хутуатум». Множественное число слова «шаг», то есть «шаги», уже пишется по-другому. Пишется таким образом. «Хутуатум». Почему? Ну, это просто нужно запомнить. И все. Другого объяснения я не ушел для себя за 6 лет изучения языка. Множественные формы арабских слов нужно просто запомнить. Если я хочу сказать несколько шагов, я говорю «Аддету хутуатим». Вот таким образом это записывается. «Аддету хутуатим» — несколько шагов. Давайте заново все это прочитаем и попробуем понять. «Инна амалийета бина и мензели». В действительности «амалийета» — процесс. «Бина и строительство мензели» — какого-либо дома. Почему «какого-либо»? Потому что здесь нет определенного артикляра. Если бы он был, то имелся бы в виду какой-то определенный дом. Понимаете? «Яхтадю» — или «требует» — или «нуждается в». «Аддеты хутуатим» — «в нескольких шагах» или «требует несколько шагов». На сегодня мы этот урок остановим, потому что он уже длится 12 минут. Я думаю, вам уже не интересно. Вы уже устали. Сейчас я прочитаю вот это все за мной. И в следующих уроках мы продолжим переводить остальную часть данного предложения. «Кайфия ту бина и маинзели» — «кайфия ту бина и маинзели» Методика строительства дома «Инна амалията бина и манзели» В действительности процесс строительства дома «яхтаджу иля» требует «аддаты хутуаты» На сегодня все. Надеюсь, данный урок был для вас полезен. Если мне что-то нужно изменить в моих уроках, пожалуйста, оставьте комментарий. И спасибо за просмотр!